Жизнь, но медийность это одно, а турниры тоже нужно выигрывать, это ребята тоже понимают. И вот он, первый пистолетный раунд между данными составами. Na'Vi в атаке, B.I.G. Academy будут защищаться. И, в общем-то, одного оставили по дефолту игрока там за тикетбоксом на чеке, а два игрока через окно играют, в общем-то, отдается точка A и будут выбивать дальше B.I.G. Да, смотрим за ретейком. LAPEX, LAPEX, или LAPEX? LAPEX. LAPEX, окей, ладно, GLEIFT. LAPEX, да, все на месте. Дефуза есть, смок есть также у Аквы. Смотрим выбивание 5 в 5, это будет очень интересно. PrimeTabs уже заходит на Firebox, там внутри Плента играет Сайникс. Ункер, как же так, он не сыграл. Вообще команда Na'Vi вроде имела неплохие позиции, Mane, все через ковры открывается, Fier делает два минуса, падает команда B.I.G. Уже 3 в 1 ситуация, Аква, последний попытался раздефузить. Раздефузили бомбу. А он раздефузил. Раздефузили бомбу все-таки в смоках, и это классика, которая часто показана не только на карте Мираж, да и вообще везде в Counter-Strike Global Offensive. То, что дифузы плюс смок, джентльменский набор игроков защиты, которые просто выходят и разминируют этот пакет. Это получается у B.I.G. Классная, конечно, стрельба была от Na'Vi Junior. Особенно отмечаем мы Монеси, который с P250 поработал в стиле Симпла. Но не получилось в итоге убить дифузера. Самый главный фраг ребята не сделали. Проиграли первые пистолетные, но ничего страшного. Они сейчас закупаются. Есть два калаша. Есть чем ответить этим М-кам и Фамасу. Там уже перестрелка на центре. Лапекс отлетает от Фира. Тут классно выходил под флешку, но дальше в Молик зашел, потому что был слепой и, наверное, не слышал, что под ним разгорается. С другой стороны, куда еще идти? Соникс. Выход в спину. Пытается убить Прайм Тапса. Получается только сейчас вот его ликвидировать. Отличная работа. Глэйвэт показался в коннекторе. Убил Монеси. Это было на топ-миде. Три в три пока что. Да, нужно разыгрывать, уходить здесь в долгую команде Na'Vi. Ну, в том смысле, что у них куча спейса сейчас появилась. За счет того, что они дали два минуса. Двоих, правда, потеряли, но, опять же, мы понимаем, что по ширине карты здесь опций появляется чуть больше. Втроем. Втроем на центре карты Na'Vi, возможно, будет выход через шорт. Есть, кстати, по гранатам, давайте обратим внимание, это смоки. Два дыма, два молотовых и три флешки. Соникс идет у нас в сторону шорта. Здесь пассивные позиции под базой А, а также поджал ковры там у нас Ник Джей. Ну и выход на А. Вернее, на B, простите, здесь Аква полностью продинамил шорт. Почему-то даже не ожидали здесь B.A.G., что может быть выход через эту позицию. И у Na'Vi все хорошо. Устанавливается пакет ситуации. Три в два и, наверное, можно идти на сейв. Да, тут не особо-то появляются шансы, особенно после раскидки смоков от команды Na'Vi Junior на маркет. Это понимает и Ник Зей, и Глейвит. Оба отходят. Там еще АМК нашли на выходе через андерграунд. А Ункер на зике замечает ноги противника, но отпускает его. Да и самому там. Там калаш не стоит, конечно, терять. Там перестреливаться до последнего. Но ребята из команды Атаки уходят все через дом. Это правильное решение, потому что лучше вместе и лучше туда, где, скорее всего, не будет оппонента. 1-1. И такой вот ответ. Выход на мидл. Первые размены. Опять же, равные размены. Мы очень любим повторять одну и ту же фразу. Они всегда благоволят команде Атаки. Ну и потом врыв на точку B тоже хорош. Классно. Твиттер виплея пишет. В этот раз... О, давайте послушаем команду Na'Vi Junior. Дадите или дать? Спасибо. Заребись. Или отдашь моллик нижний в коннекте? Я пикаю мидл на ноги. Под флэш? Эй, 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 моллик. Пройди на стул, Родион. Может, по парику вместе пойдем? Ты под кона, я на парику. Два прага не поцены. Там, там, у нас савельный ган, они под флэшки будут пикать. По парику? Хорошо, я забил бы дольше. Я дам флэш за ящик. Дал флэш, серый. Первый раз такое слышу. Ну, парапет только мы называли в юности. Я иду под кон. В общем, Родиона подвели под коннектор. Ладар, я не пушу, я в карахтов, он схожу. Окно не вижу, я дал внешний. Вновляю окно и пойду ладар. Подай, ничего не дарю. Нужно дабл флэш будет. Будет, будет. Подвал нету. Он в окне что-то топал. Подвал не было? Не, не, не было. Я дал одно пре. Подожди. Еще одна есть. Зик один, хорош. Хорошо. Нужна флэш. Кон смог рассеиваться, пошла флэш ладар. Подожди, Родиона. Даль, две. Дым, яма дали. Окно справа в ладаре. Дым, бадар. Дым, бадар. Дым, бадар. А красный, красный в ладаре. Он выкатил смок. И дым, яма дали. А старина сейчас мид агрессия, по холмам. Можете мне одну вас? Я в бадам его пока, он жду вас. Вот куда хотите, типа тебя. Сера, у тебя есть флэшки, у тебя мак? Есть, у меня мак. Ну, хорошо, пойдем с ним спамят. У него 10 хп на бадал. На кирпичах рик арта пацаны. И флэшки задавали. Я жду. Ищи, ищи, ищи. Дай кухню дым. Давай кухню дым и иди к нам быстро. Они мид фокус сделали. Зиг, господобно. Дефолт. Дефолт, Зиг. Зиг, дефолт. Убил кухню. Дефолт, Зиг. Дефолт, Зиг. Дефолт, Зиг. Дефолт. Молик дал дефолт. Зиг красный. Дефолт убил. Зиг красный. Не спеши, как сайт будет шел. Зиг слева. Зиг красный. Но как же этот красный отыграл эти два хедшота, выходящих на бортик? Это было очень жестко. И в очередной раз, конечно, да, я в приятном состоянии, в шоке просто нахожусь от того, что у нас есть такая возможность послушать команды. Коммуникация была неплохая на самом деле. Да и начало тоже окей. Да, выход через коннектор. Но потом Зиг, занятие лифта. Рано кричал Аункер. Это действительно было рано, потому что был еще Молотов там в лифте. И из-за этого было тяжко туда входить. И там был сделан очень важный минус для команды Big Oman Academy. Ну и потом работа напорников точки B. Тоже на ваших экранах. Na'Vi проиграли по экономике. Сейчас только один калаш у Аункера. Все остальные с пистолетами не дефолтными. Ну и при этом, конечно, по гранатам все очень скромно. Флешка полетела на центр. Одна еще остается у Фира. Капитана команды Погорелов со смоком. Постараются выйти сейчас ребята через окно. Там подсадка была. Для ликвидации одного из игроков защиты, может быть, и получится. Поймать Лэпикса в этой ситуации. Тот с Аугом уже движется по направлению к Аункеру. И это будет фраг. Там было слишком сложно реагировать. Первее все-таки игрок атаки замечает оппонента уже. Пять на четыре. И вот оно и начало. Этого Ауга как-то найти, да? Дойти до него, вернее, было бы круто. Но понимает это игроки атаки, что не стоит, наверное, рисковать. Ну так душненько играют сейчас Na'Vi. В принципе, правильно делают. В целом, в прошлом раунде у них было много инициативы. Не смогли реализовать. Ну и сейчас 50 секунд до конца. Просматривается выход на базу B. Там уже поджали ковры. Очень грамотно, кстати. Прайм Тапс собрал информацию от команды B&G. Уже смог под себя. А Аква здесь один. А нет, есть еще Глейвит, который играет на бэксайте. Команда Na'Vi выходит на базу B. Но опять же есть проблемы. Пока они пройти дальше не могут. Будто Ункер забирает одного. Глейвит отвечает по Ункеру. Падает Глейвит. А есть еще Аква. По нему нет информации, судя по всему. Два в два ситуации. Аква играет на машине. Вот он находит бомбера. Это был Фир. Погорелов делает минус. Но Прайм Тапса он в коврах никак не читает. 15 секунд до конца. И последний игрок команды Na'Vi Junior погибает. Слишком хорошая позиция для игрока команды B&G. Обен Академи. Действительно, тут как-то прочитать это разве что... На тебя должно снизойти озарение какое-то о том, что может заходить игрок через дом B. Особенно после того, как ты двух противников, даже трех, встречал здесь на пленте. Ну и, в общем-то, напрягали. Только что неплохо ребята из Na'Vi Junior Plant. Но до установки бомбы, до победы, к сожалению, не смогли для себя дойти. Ну Аква хорошо там отморозился. Конечно, не читался вообще никак за этими смоками. Потом выход на улицу. Вернее, на машину. И Na'Vi решили закупиться в этом раунде. Только Аункер у нас без девайса. Есть Галил, есть и Калаша. От остальных, с другой стороны, все, конечно, лучше смотрится. Но экономика находится в стрессе у одной и второй команды. После этого раунда многое решится в этом плане. Na'Vi косплеят своих старших товарищей в плане закупа. Да, то есть вот этот вот такой закуп со днем Ака. Это же, это еще при Зевсе было, такие тенденции, в общем-то, довольно часто случалось. И это еще старая фишка вообще в целом команды Na'Vi. Мы тебя любим. Мы тебя тоже любим. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, что пишете в чате. Спасибо за активность. И давайте смотреть трансляцию. У нас очень много контента для вас. Разного, интересного, веселого и, конечно же, максимально спортивного. О, Манесси делает минус по Глейвду. И 5 в 4 ситуация. И уже численное преимущество для Na'Vi Junior. У нас, да, кстати, касательно замечания, такое примечание, да, что весь TeamSpeak, который вы слышите, это все согласовано с командами. Они об этом прекрасно осведомлены. Да, это важное замечание. Никто бы не включал, если бы они об этом не знали, тем более, если бы не согласились. Выход на точку А. Сейчас у команды Na'Vi Junior будет. Вот, там Лейпекс пока что за фаером действует. И его замечают игроки. А так, и тут два игрока под коврами. Вот в чем проблема Алексея в этой ситуации. Ладно, Ника забрали. Прайм Тапса тоже прочекали. Только что Лейпекс ничего не смог поделать с этим врывом. Остался только Аква. И он слишком далеко находился от этого экшена. Бомба уже поставлена. Это должен быть уверенный раунд команды Na'Vi Junior. Слушай, ну, кстати, вот эта вот комбина под два под коврами смотрелась очень ультимативно. Да. Но там четко было сыграно игроком команды Na'Vi. Это второй раунд для Na'Vi Junior. Аква сохраняет свой ФАМАС в коврах. Ну и денег у B.I.G. не будет. Это говорит о том, что есть довольно высокий шанс выйти на третий раунд для команды Na'Vi Junior. Да, рассыпается B.I.G. Это Форс. И хотят B.I.G. все-таки удивлять, как они сыграют по позициям. Тоже интересно. Будем отмечать. Аква в итоге с Калашом отправляется на точку B. Ну и три игрока на А. Пятерочка Аим на Глэвт играет в окне. Там ранее занятие МИДА. Просматривается несколько флешек. Молик в коннектор. А здесь уже ранний выход через яму. Как же неприятно прилетает флешка. Погорела в красный. Его сейчас могут забрать так же. Какой врыв от B.I.G. Бомба падает в яме. Бомбу, конечно, уже не забрать. Да и близко там никого не находилось у команды Na'Vi Junior. Глэвт на выходе с коннектор встречает на ступеньках оппонентов. Там уже, кстати, подошел и один, и второй игрок, которые все это время находились на центре. Это Сайникс и Аункер. Лэпикс тоже помогает. И тут же отлетает от Аункера. Но вот Глэвт нужно как-то прочитать в этой ситуации. Он слышит выход одного противника из коннектора на центр. Но от второй подшифтом отходит Аункер. Кстати, это неплохой мув был. Для того, чтобы забайтить, может быть, как-то выход на чек коннектора. Но B.I.G. в этом плане играет очень дисциплинированно. Никто не делает лишних движений. Аква находит Аункера, который пытался через подсадку работать на джангле. Глэвт справляется с Аниксом. Сам последний фир капитан, которому суждено отыграть этот клатч. До бомбы, напоминаю, не дойти. Да и ник Зея не пройти. Двойной перевес по очкам появляется на табло у команды B.I.G. Омэн Академи, Нави Джуниор проиграли крайне важный момент. Потому что сейчас уже им придется форсить. Да, при этом ты видел, да? Вот было же видно задумка. Все вроде как было нормально. Ничего не предвещало беды. Контактный выход через яму. Вот флешечка одна. Одна флешечка и просто Манеси в упоре стоит слепой абсолютно. Второй остается красным, 6 хп. Его просто загоняют, бомба падает. И просто тотальный провал. Здесь, конечно, анлука, наверное, было. Можно так сказать. Но, с другой стороны, опять же, у вас была какая-то идея, правильно? Да, сами играли тоже довольно активно. Но тот же Манеси подходил под окно. Простите, под яму. Очень на раннем даме. И плюс с ним там был Погорелов с бомбой тоже. Ну, не читали, в общем-то, такой возможной агрессии от противника. Аква поджимается под метро. Фир и Сайникс ничего с этим не смогли поделать. Уже 3-5 ситуации. Форс пока не получается. Команды Нави Джуниор. Но Манеси будет воевать до конца. Закрывает одного. Это минус голова. И Аква тоже падает. Как же расстрелялся жестко. Глэфт выходит на Зик. Каункер его ждал, но не попал. И Манеси тоже здесь не смог среагировать. Последний остался Погорелов. Он в метро. Как-то продинамили. Шорт здесь, конечно, вообще не ожидали. Ождал Аункер. Понимаешь, просто там в линии еще был его игрок. Кто-то Манеси у нас находился, который смотрел Зик. То есть у них была комбинация. Один выходит, смотрит коннектор. Второй ему чекает Зик. Но не получилось в итоге убить. И вот так вот сыграл у нас игрок защиты на 2 минуса. И Аква тоже поработал на славу в этом раунде. В целом, я его отмечаю в начале этой катки. Потому что много позитива именно он добывает для своей команды. Прайм Тапс. Нашел бомбу, погорел его, не дал ее забрать. 5 на 2. И Бейджи удивляют. Да, неплохо играют. Хорошо двигаются по карте. Отличная стрельба. В частности от Глейфта, который уже настрелял 10 фрагов. Ну и вот они быстренькие хайлайты. Аква дабл от него. Ну и вот он Глейфт. Да, контролил действительно Ункер. Шорт. Но здесь что-то пошло не так. 5-2. 5-2. Хорошее начало для Бейджи Академи. Ну и Нави Джуниор пока, как мы видим, немножко позади. Пауза у нас колется. Тренер команды. Амиран Рихвешвили сейчас вправляет. Не знаю, что он вправляет. Не знаю, что вправляет. Что-то вправляет. Что-то нужно вправить. Может быть, наши зрители знают лучше, что нужно. Хотелось сказать, вправляет мозги, но это грубовато. Да нет, на самом деле только начало. Опять же, сами ребята, я думаю, я уверен, что они понимают, в чем была ошибка. Конечно. И того выхода на центр, когда они проиграли. Лив там Зига и Хакова убивал тоже на точке боя. И только что, когда их поджимали. В яме. Потому что они рано слишком играли довольно агрессивно. И где-то, возможно, не хватило не то чтобы уверенности. Уверенность у них точно есть. Но не хватило уважения своим соперникам. Потому что хотели реально удивлять, влетать. Как-то, может быть, какие-то Феррари пики нам показывают на точке А. Моноси отправляется уже на базу. Б не один. Поддержка в виде Фира есть. Но это пистолеты. Опять же, бомба лежит в доме Б. Лейпикс поджимается тоже. Там уже на бортике сидит за линейкой. И мы ждем активности. Сейчас вот общается все еще команда НАТО с Винсера Джуниор. И Моноси будет пытаться найти кого-то с диглом в руках на точке Б. Ляпикс. Ляпикс. Ляп. Оп. Залетает от Моноси. А он был один на точке Б. На самом деле там поддержки вообще не будет. Надо побыстрее выходить. Смог под себя. Здесь только Глейфт на шарте. Опасная позиция. Начинает команда НАВИ активно двигаться в сторону базы Б. Глейфт. Вот он подключается. Первый пошел. Второй пошел. Как же так? И бомбер они прикрыли. Аква прилетает. С честной халку. Два минуса. Три минуса в итоге от него. Ай-яй-яй. Хорошая попытка была поставить эту бомбу, заработать деньги перед следующим раундом. В целом, Алексей, как ты оцениваешь момент, когда ты один опорник точки Б и вот так вот играешь близко на выходе через дом? Ну типа он с МПшкой. Он одного убивает, может быть двух и сразу выходит бомбу ставит, если например это контакт Б. Да. То есть тут нельзя, скажем так, позиция ОК, но нельзя оставлять одного игрока. А так получается, что его убили, я смотрю сразу на карту, у нас игрок на центре находится в окне. И родные только думают о том, чтобы нужно перетянуться на эту позицию. Ну вот в моем понимании не доиграли Na'Vi здесь. Да, должны были бомбу. Делали минус, должны были поставить бомбу и смог, который давал под себя, он на самом деле непонятно к чему он там был. Там не попали. Да, раскидка на точку, а сейчас готовится вот Na'Vi Junior. На раннем тайминге выходит. Прайм Тапс находится под коврами. Кто его открывает, а Ункер не получается, в итоге минус голова у него. Прайм Тапс, нет, не смог убить Фира. Капитан разыгрался. Один на один пока что размен и Na'Vi готовы выйти, поставить бомбу. Нигжей пытался оврваться через Макимон и с ним справляется. И дальше можно успокоиться, потому что пакет стоит, играет время в пользу Na'Vi Junior. Да, очень коварная позиция была у Нигзиджи. Нигзиджи. Аква неплохо находит себе минус. Аква делает еще один фраг. Ну как так? Na'Vi просто теряют на ровном месте преимущество. Саникс играет внутри плента. Можно сейчас перевернуть этот раунд для себя в плюс первый. Пошел, бомбас, ситуация, открывается. Покорял через ковры, делает минус один в один. Саникс как? Ну как? Ну Аква уже как же прет вообще? Ну ты посмотри. Как же это было жестко. Действительно там по головам прошел совсем Аква. Ну и последний тоже. Ты видишь, что он полный рост выходит на голову. Ты понимаешь, что кое-какое, ну может быть преимущество игрока атаки, если он выйдет, его все-таки зашьет. Но потом присел и получил прострел. Последний боец команды Na'Vi Junior. Такое бывает. Но Аква очень хорош. В этой ситуации действительно смог под него сыграл круто. Потом Моноси тоже отлетает. И на размене. Вот как? Вот как он здесь его не убил? Вот как ты убил? Ну вот это такая халява. Он там залетел, просто третий спрей, двенадцатый патрон. Ну это... Ладно. Ладно. Классный раунд. Классный раунд, да. Классный раунд. Хороший ретейк получил. Да. И тоже обратите внимание на решение Na'Vi. Такой ранний быстрый контактный раунд на А. Но получился плюсовым. То есть в смысле начинало все хорошо. Ситуация была 3 в 4. Стояла бомба. Постпланки смогли нормально разыграть. Да, и смог сыграл, понимаешь. Там просто он лежал именно таким образом, что Акву не было видно хорошо. И первому бойцу, который выходил с сэндвича, и Монеси, который все время проводил на яме. Такое бывает, ничего страшного. Но близки были Na'Vi к тому, чтобы выйти на третий раунд. И сейчас вынуждены воевать против двух АВП. Таков сетап у B.I.G. Omen Academy. Леопик сыграет на коннекторе. Подкидывает под себя смог для того, чтобы молик потушить. Ну а дальше через топ-миддл никто не выходил. Na'Vi ждут. Отыгрывают дефолт на самом деле. Хотя под А у нас никто особо не пошел. Оставили одного на респе Погорелого. И играет уже, видимо, вторым номером. Сейчас Na'Vi Junior. А Ункер сбривает Леопикса. А тот сыграл слишком агрессивно на себя. И в итоге принял Синца. Себе в голову Монеси. Дальше флешки под коннектор. Будет выход на центр. Fear помогает с андеграунда. Na'Vi заняли миддл. Что дальше? Надо реализовывать численное преимущество. Также Sainix делает минус под базой B. Падает у нас Аква. И уже 5 в 3 ситуация. Это, возможно, точка отсчета. Потенциального камбэка. На самом деле возвращаться в игру нужно. Счет 7-2. И пока у Na'Vi, откровенно говоря, игра не очень идет. Но, опять же, сыграно у нас пока только 9 раундов. Сейчас идет 10-й. Численное преимущество в 2 ствола у команды Na'Vi. Нужно нормально, спокойно разыграть. Дайте смок в конн. Зайдите сплитом на B. Если вы не знаете, что делать. Вот прямо сейчас они так и делают. Дают смок на внешку. И у нас 2 опорника на базе B. Теперь вот главный момент. Это выход на B плент. Главет нужно пойти как-то. Ой, Главет промахивается. В итоге Аункер его уже не прощает. Прайм Тапс остался за плентом. Забрал одного. Но дальше Аункер на размене тоже появился. Ник Зей. Ник Джей. Ник Зей остался последний. Но слишком далеко. Так что это будет сейв. М4-А4. Третий раунд. Na'Vi Junior. Все нормально. Тут хорошо отработали от агрессии оппонента, который выходил на центр. Заработали преимущество. Потом сами этот мидл заняли. Ну и смогли ворваться на точку B. Хотя в какой-то момент я думал даже о том, что B.I.G. Academy смогут угадать. То есть там второй игрок пошел на точку B. Может быть еще и тот же Ник Зей мог перетягиваться. Но решили отыграть 2 плюс 1. Но многое зависело именно от снайпера, который не попал, казалось бы, в довольно простой ситуации. Да и мне кажется, что если ты уже на дефолте стоишь, где-то там, да, под крышей своей, то лучше стоять во втором зуме против Зига. Хотя с другой стороны могут подсаживаться оппоненты, то ты тоже можешь не заметить или ноги там не среагировать. Но что по деньгам сейчас у B.I.G. Academy, посмотрим. Ну были там у кого-то шестиста. Кстати, не-не-не-не, там посмотри, там беда. Ну у Аквы все окей, все остальные, да. Довольно сильно в этом параметре просели. И как этим воспользуется команда Na'Vi? Сможет ли она душить дальше и полностью уронить экономику своих противников? А, нет, посмотри, сколько денег. Ну было. Значит, там просто, видимо, изображение с этого, с хайлайта наложилось на этот самый. Мне показалось, что денег вообще нет. Так это нормальный закуп. Есть диффуза, есть молики, флешки, смоки, хаешки. Вообще довольно много ошибается Лейпикс на самом деле пока что. Если смотреть, я даже не смотрю на счет, просто вот по тому, как наши операторы включают его, то слишком много брака промахов. И на это тоже могут обратить внимание ребята из Na'Vi Junior. И давить на эту мозоль тоже стоит. Лейпикс действительно играет довольно... И где-то агрессивно, но не попадает. Раннее занятие мидла у нас просматривают команды Na'Vi Junior. Монеси с АВП очекает коннектор. Занимают топ-мид здесь Na'Vi. Получают под себя молотов, но опять же дальше без активности. Есть люркер под B, есть люркер под B АЗА. Ну, люркер под B прямо сейчас пошел в эндерпасс. Так 3-1-1 играют в целом Na'Vi. Бомба довольно глубоко лежит. Смог на внешку. А, нет, вот сейчас будет на внешнюю сторону коннектора. Смог и господин Страх заходит у нас в коннектор. Аккуратно чекается. Смотри, опять играют 4-1. Он как-то очень пассивно под B. Оставляет там одного Лапекса, которого ты отмечал с самой лучшей стороны. А Ункер чекает лифт. Ну все. Ребят, вы занялись сейчас зиг. Вот сейчас вы занялись зиг. В B-доме никого нет. Просто сделайте сплит на базу B. Просто сплит через шорт. Вам ничего не мешает через шорт и B-дом. Нет, решили... Все-таки пойти на A, да. Будет выход A и, скорее всего, без ковров. И это может быть проблема для Na'Vi Junior. Монеси чекает выходы на тикетбокс. Там откидывает флешку один из игроков защиты. Но PrimeTabs на самом деле тоже неплохо стал на сэндвиче. Может удивить кого-то из выходящих игроков в атаке через яму. А там у нас два игрока напоминают S-Anyx и Погорелов. Два также врываются через коннектор. Третий тоже подоспеет, наверное. PrimeTabs поджигают. Флешка залетает неплохая, но не бывает никого здесь. Аква. Молотов сразу под себя. Фир его не будет дальше пушить. Да и зачем это тебе? Погорелов прыгает на головы. 15 секунд. Довольно мало времени осталось. Ник Джей! Забирает бомбу. Дальше работает лейв. Сяникс падает. Погорелов тоже не смог выйти на этот плей-энд. И Монеси промахивается с авиком. И проваливается данный выход на точку. А Na'Vi Junior. Раункер последний остался на коннекторе. Под коврами не прочекали. Ну как так? Ну вот объясни мне. Ну вы идете, у вас максимально трайхардный медленный раунд. Вот вы выходите кон. Я не заметил, там с ковров кто-то был. Вроде был с ковров. С ямы. У вас сплит-выход полноценный на аплэнд. Вы выходите, вы никого не встречаете. Ну значит где типы? По-любому чекаете. Ниндзя, дефолт, под коврами. Выжгли сэндвич. Ну вот как? Вот смотри. Вот сейчас этот момент. Сейчас смотри. Они дальше двигаются. Ну посмотри. Вот они не чекают под коврами. Ну как? Просто объясните мне как. Да, получается Молик полетел у нас на ниндзя и дефолт. А под ковры не было. А под ковры не полетел. Хотя я думал, что именно по траектории он туда и залетит под игрока защиты. Но это сработало. Именно в пользу команды B&G Omen Academy. Дальше ранбуст на центр готовится от Navi Junior. Запускает уже одного игрока от Афир, который часто будет ходить и кошмарить коннектор. У него такая роль. Судя по всему в этой атаке вместе с Аункером отыгрывать на миде. По точке B был Санникс, который спускается уже под метро. И за А часто отвечает Богорелов за возможные поджимы. Коннектор поджигается. Прайм Тапса выгоняет. Лейпекс тоже отходит на джангл с Авиком. Но Navi занимают центр. Опять же мы уже эту фразу повторяем может быть третий-четвертый раз. И главное, чтобы было продолжение атаки эффективное. В этом плане построение грамотное. Вот нет реализации. Смотри, опять Ункер прошел в лифт. И они опять идут по да. Да, это довольно просто, да, оказывается. Опять идут по да. Но, кстати, обрати внимание, что Omen Academy меняют сетапы свои в дефенсе. Вот прошлый раунд они стояли 4 плюс 1. То есть один чел играл на хелпе, смотрел окно. И в целом они принимали фулл фокуса базу. Сейчас у них два ВП, они решили играть без центра, да. На дистанции принимают. Флешки через верх уже на точку А полетели. И Прайм Тапс, Лапекс. Встречает первые Никзеи, тоже должен быть на месте. Угол занимается Моноси. Саникс играет на размене против Никзея после падения Погорелого. А Ункер подключается, это Зик. Минус Акваглэйв тоже не смог выйти на перетяжку. И Прайм Тапс там играет дальше на голове. Лапекс вместе с ним Саникса загрывает. Там бомба пала только что. А Ункеру нужно выйти в спину. Он топнул. Ааа, как? Прайм Тапс в итоге подумал, что это коннектор. Остался только Лапекс. Снайпер команды, который за фаербоксом. Бомба на землю. Флешка отличная залетела. Слепущий. Лапекс отлетает от Ункера, который оформляет минус 4 в этом раунде. Такое ощущение, что кто-то в команде Na'Vi в определенный момент просто боится выйти. Вот просто боится. Вот у них, знаешь, ты смотришь, структурно, технологически все выглядит классно. Там опа, чик, брык, флешка, там смог, туда-сюда. Такие че... И потом ты смотришь, и просто чел не может сделать шаг вперед. А ты просто выйди, сыграй и тебе на размен. Просто один вышел, второй пострелял. Что-то такое. Как принято у нас говорить, нужно выйти на мясо. Да, выйти... Ну, немножко вот не хватает, знаешь, вот этого какого-то... Я не знаю, ну ты... Более активно. Более активно двигать тазом. Na'Vi Junior. Давай, подвигай, попай! Подвигай, попай! Есть открытие на базе А, уже размена Дакса. Это стак, на самом деле, от команды B.I.G. Это тоже может быть интересно. Ир замечает, а ну, отличная стрельба. Падает под стволом с Аникса Аква. Ну, понимает, ребята, что это, скорее всего, стак, потому что слишком, может, там активно как-то оборонялись на эти B.I.G. А Na'Vi Junior, наоборот. Поставили бомбу, но Глэйв! Как же жестко отрывает! Просто головы боты, Сизайник, Сефир падает, Глэйв! Нереально раскрутился в этом моменте. Еще и Скалаша закрывает и Ункера. Как только что пропустили одного из бойцов. Вот я вроде как хотел сказать фразу. Все спокойно. Поставили бомбу, все чекается. Противник не сможет выйти в спину в бок. Убить кого-то в ухо не получится, но как же Глэйв хорош в этой ситуации. Покажите нам еще раз этот момент. Если есть такая возможность. Потому что это пока один из лучших хайлайтов. Хотя мы только начинаем. Первый день. We play Academy League. Не знаю. Хочется пожурить за некоторые моменты. Просто какие-то неоптимальные розыгрыши. Вот я это так называю. Кажется, что можно лучше распорядиться ситуацией. Возможно, много фона просто. Много разговоров. Потому что только что, смотря на то, как выходил у нас игрок через фаербокс. С деглом минус три делал. И потом еще и подбирал коллаж. Забирал четвертого. Ну, не знаю. После такого можно просесть Моноси. Играется в ВП через яму. Пытается прощупать точку А. Вот она идти там. Это уже не первый раз просто происходит. Саша, вот обрати внимание. Я бы на месте соперника уже эту яму просто эту фулл фокус устраивал бы. И постоянно наказывал бы. Да, там не хватает просто даже близко кого-то убить. Джи Омэн Академи. Они поджимали. Да, было дело. Но вот так, чтобы играл близко в углу кто-то из игроков. Но такого у нас не происходило. Разве что там играли сэндвич. Обрати внимание. Три на Б сейчас играют. Полностью отдача базы А. Очень креативное исполнение в защите от бигов. И, в принципе, это смотрится симпатично. Глейвц у нас максимально убедительный в этой карте. В этом противостоянии. 18 фрагов от него. Сейчас он играет на шарте. Моноси его даже не контролирует. Летит ли сюда флешка или какой-то молотов. Он должен быть здесь. Моноси чекает уже базу А. Пока Глейвц его не видит. Очень тонкий, опасный момент. Играет в очередной раз Na'Vi Junior через яму. Через мидл, простите. Также есть в яме люркер. Время играет против Na'Vi. Пошло смещение уже от Омэн Академи. Нет, все-таки это 3b все еще ждут выхода именно на b. Никто никуда не смещается. Лапекс чекает яму. Там выход через коннектор. Смог перекрывает джангл. Схематически все хорошо. Финальная стадия. Нужно сейчас просто взять и закончить этот раунд для себя. Саник сделает минус. 10 секунд до конца. Лапекс не простреливает бомбера. Бомба будет установлена. Это Зиг был. Не посмотрели Зиг. Как же так? 7 секунд до конца этого раунда. Лапекс. Флешка неплохая была. Там помогает еще тиммейт Никжей. Подошел под позицию. Опа, не ссорист. Ну что? Ребята, ну это косплей, конечно, того, что часто у нас происходило раньше, во всяком случае. И вы знаете, что это очень неприятно, конечно, осознавать, что ты выходишь, вроде как все нормально. Все зачекали, убили одного противника, нашли, зонировали, вернее, там флешки залетели на тикет. Но потом Зиг вышел и убил бомбу. И вроде как ты смотришь, 5 человек живые. Но как может Зиг выйти и убить на фаере противника? Ну такое, конечно, да. Не знаю, может быть пауза поможет. Я бы, конечно, послушал TeamSpeak. Потому что слишком много всего происходит. Я бы послушал TeamSpeak. Особенно вот в какие-то такие моменты это было бы максимально интересно. Ну ладно, надеемся. С одной стороны, с другой стороны, слишком много экспрессии могло быть в этот момент. Особенно у бомбера. У того человека, который ставил бомбу, у него 4 тиммейта живые. И при этом вроде как коннектор был под контролем. Но выход на точку Б. В последнем раунде первой половины. Глэйвет сыграл. На Моноси попал. Аква. Раскручивается на одного противника. Погорел, впал. Но Фир. И Моноси сыграли на Лэпексе. И последнем оппоненте на точке Б. Остались Никзей и Прайм Тапс. Это ребята, которые обычно у нас катают на точке А. Как они сейчас будут выбивать? Беплэнд. Посмотрим. У них наконец-то появилась такая работа. Потому что в целом выбиваний точки Б у них особо-то много не было. Да. Ну и нами не так часто на нее ходили. Перестрелка. Никзей здесь промазал. Прайм Тапс открывается через шорт. Его здесь никто не контролирует. Но опять же сейчас по нему появляется информация. Никзей делает минус. А Ункер отвечает уже по снайперу. По последнему есть информация. Куда смотрел Фир? Я так и не понял. Ну да, там уже он как бы двух в одном углу точно не смог бы задетектить. Но раунд забирает. Слушай, вот давай вспомним, что отдали один Форс. Отдали другой Форс. Отдали несколько раундов, в которых числено преимущество. Какое-то, вот знаешь, не знаю, может быть какое-то нервное, нестабильное состояние. Вот как-то так пока команда Нави выглядит. Ну не знаю. Конечно, честно, честно отдали свое. Вот прям два-три раунда вот прям своих. Ну два точно. Да. Сто процентов. И эти раунды были у нас на точке А. Да, теперь нужно перезагрузиться. На самом деле как-то вот забыть об этих раундах, потому что у нас игра не закончена. Напоминаю, что это одна карта. Наши зрители, я уверен, привыкли к тому, что очень много матчей разыгрывается по системе Best of 3 сейчас. Но нет, это раунд, Робин. И одна карта. Здесь все решается на самом деле. Кто с каким настроением начнет нашу лигу. Сегодня мы посмотрим на все команды, познакомимся. Опять же, дальше у нас по плану матч на Нави. Вот Junior против B.I.G. Потом Astralis Talent против FURIA Academy. Это тоже будет интересно. Вот как у нас FURIA будет играть. Потому что я за ними, если честно, особо-то и не следил. Ну и вишенка на торте. Maus NXT. Я думаю, что этот состав тоже многие ждали. Там довольно интересные ребята играют. И Fnatic Rising, которые только сегодня утром анонсировали данный состав. Ты даже не знаешь, чего от них ожидать. Да. Но там шведы, я так понимаю. А, нет, подожди. Есть. Не факт. Есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Чекаю. Ну, Maus там довольно интересный тоже, как я сказал, стак собрался. Потому что есть два игрока из Польши. Которые пришли у нас из команды Izaku Bors. Довольно опытные. Так, пистолетка у нас уже... Я не слышал. Один, я ему не вышли. Оп. Тали дым на хлопу. Я ему не вышли. Я не слышал. Не слышал. Пацан, хлопа что-то, блядь, быдом что-то на топу подвалить. Нет, блядь. Это я топал. Зик может пройти? Нет. Они дали скамью, да? Они не двигаются. Нет. С хамью дали? Да, да. Вы дебил джунгл дали, нет? Нет. Зик прошел. Спешки ебну у меня. Зик идет дальше. Коврой убил? Коврой льдин. Хорош. Я пикну сейчас тикета, я ему отпустил. Я смотрю хлопу право. Я на бенчап. Важно понимать, что мы три альса челл в сэндвиче. Звук, звук. Серый уди в кт, перестроюсь. Мы с Жаком будем вместе играть сейчас. Зик не видел. Жак, близок тебе иду. В паре играем. Отошел кт. Я окно програлся, но не вижу. Без симпла под б. Я ближе б. Мидл не вижу. Мидл не вижу. Ну, с под два на примерку. О, я в китчинг. Без симпла. Взял под б, типа. На проход взял первый акш. Я на калитку пробую. Давай. Канет, а флаж по да? Ковры, два ковры упало. Флажку на тебя могу дать. Давай, давай, на ретейк. Пойдем, крыса, осторожно. Шот, попробуй. Летит. Хуёвая, блядь. Не пикай, не пикай, я первый. Чир, чир. Ты долго летит. Возможно, флаж. Я бы было быстрее среагировал. Пойдем под ремень. Пошли, я-то в район яму. Смотрю ковры. Я смотрю ковры. У меня киты есть, пацаны. Надо искать. Жакобок должен быть. 90 пока смотрю. А, смака нету, только слэш. Хелпа красный. Люрка, осторожно, если что. Сейчас запрыгну. Надо бить хелпу. Красный хелпа. За дефолтом! За дефолтом один. Хелпа меня пик. Хелпа. Мобил хелпу. За дефолтом жив? За дефолтом. Он. Диффуза возьми. Найс шот. Если бы диффуза могли помочь в этой ситуации. Ну, очень круто отыграли здесь, конечно, БИГ. Академи. Хорошая пауза. Очень крутая пауза вообще в начале раунда, как они выходили. А потом удивили этим прыжком. Опять же, Нави тоже отдавали позиции. Они понимали, что противники могут выйти и подсаживаться через окно, и пройти через ковры, те же близко сыграть. Так что, в целом, отдавались пленты. Ну, грамотный колл про перестроиться. Да. Очень грамотный. Все было разумно. По стрельбе в итоге не сыграли. Да. На ретейке всегда хотелось бы иметь смог. Но, опять же, тут, видимо, была какая-то задумка именно с флешками. Поэтому это уже вторично. Но, когда ты отдаешь А, всегда тебе хочется на ретейке иметь именно смог и диффуза. Форсбай у нас сейчас от Нави Джуниор. Счет очень неприятный. 11-5. Ребята решили форсбай. Сейчас Фир играет в лифте. В общем-то, у нас в коннекторе также есть позиция. И в окне у команды Нави Джуниора. Опорник на B и опорник на A стоит на тикетбоксе. И снова медленно. B&G. Занимает центры. Три игрока дальше. Одного оставили в итоге Лейпикса с Мак-10 на возможный поджим от противников. Тут он чекает. Смотрите. Щель за телегой. И Сайникс. На зиге. Фир помогает через лифт. Пока без дальнейшего контакта. Были первые выброшенные гранаты. Но есть вторая волна. У B&G Academy. Три смака. От Лейпикса, Аквы и Никзея. Ну и флешками все это дело будет дальше накрываться сверху. Выход на тучку. А там два игрока сейчас есть. Это Аункер и Монаси. Скаут плюс Диггл. Кстати, не могут пока понять. Ребята, нужно перестраиваться. Видимо, может быть, даже где-то угадывать. Но Эфир остался в окне. В итоге Погорелов от тебя много в этой ситуации зависит. Это игра под коврами. Выход от Никзея. Прайм Тапс находит Аункера. Минус один Диггл. Погорелов одного забрал. Но дальше Прайм Тапс развернулся и поставил свой хэдшот. Бомба устанавливается на дефолте. Фир пока не смог выйти с КТ. И только сейчас закрывает Прайм Тапсу. Но сам красный остался. 9% у Капитана. И на три будет ретейк дальше. Напоминаю, что дефузов нет. Есть два смока. Нужно быстрее двигаться. Монаси со скаутом через джангл. Бомба уже стоит. Хорошая позиция у Бигов. Никто пока не оверпикает. Все четко. Лапекс. Смак десятка. Его чекают. Он ошибается. Три в два ситуация. Нужно побыстрее поторопиться. Есть минус от Глейвда. У Аква также. У Аквы хорошая позиция. Но опять же время играет здесь против Нави. Они это понимают. И уходят на сейв. Аква с Галилом. Со скаутом здесь Монаси. Не попадает. Достаёт Юспи. Ну как же так? Не убивает он Аква. Аквадичку. Да, ты смотришь просто, как он двигается. Он очень хорош. Да, классно двигается. Хорош. И Глейвид, и Аква. Это два бомбардира команды B&G Омэн Акэдеми. Настреляли уже там 20 на 9.1. И второй 17 на 12. Ну и просыпается тот же Лапекс. Провальная, конечно, половина была от него. И это тренер команды B&G. Который доволен. Скорее всего. Ами. Что происходит? Ами говорит, пацаны. Ты. Ты. Иди в яму, пуш. Нет, но действительно, команда сейчас переживает не самые лучшие времена на этой карте. И тем более, в подтверждение моих слов, деньги, которые просели, вынуждены играть Эко. С одним пистолетом Армора Матфира, который, кстати, поджимается под ковры. Тут Лапекс готов на самом деле к этому выходу. Праймтапс тоже. Вау. Прочекана. И два хэдшота отправляют в следующий раунд. Он погорелого эфира. Три в пять. А дальше B&G и Академии не будут никуда спешить. Они понимают, что это может просто стак даже быть. Мало ли, три игрока, которые могут наломать дров. Знаешь, вот какая у меня мысль посетила в первой половине? Что Нави играют какие-то раунды, и у них нет, знаешь, нет какой-то свободы, нет каких-то, знаешь, вот таких паузы в середине раунда, какого-то креатива, какого-то, знаешь, может быть, какого-то врыва куда-то. Вот чего-то такого, знаешь, огненно живого. Возможно, сама карта Мираж и какая-то, знаешь, предыдущая встреча именно на это влияет. Но в целом вот как-то хотелось больше какого-то такого исполнения. Я думаю, что Амиран как раз-таки в этом случае сказал бы мне, слушай, Леха, мы там так наисполняли, что скорее всего не надо было этого делать. Ну, надеюсь, что у нас в аналитике пообщаются с Амираном. Да, вроде. Будет такая возможность, опять же, турнир только начинается, это первая катка, да и это еще можно тащить, нужно. Вернее, тащить. Тут другой момент, конечно, вот она команда B&G Academy, это первая катка вообще. И такая очень... Там серьезный в виде такого счета. Да и в целом даже я вот отмечал по TeamSpeak, видно, что зажаты, ребята, видно, что есть стресс. С другой стороны, как его не будет, если тебя так душат. Это правда. Что у нас по расположению на карте? Очень активно действует Аква под базой B, сейчас имитирует, видимо, выход на B-плэнт. Отличная ХЕ-шка прилетела, минус 34 хелс-поинта. Ну и нужно отметить то, что у Na'Vi Junior сейчас играет три защитника базы B. Фактически отмечаем также, что Моноси играет в лифте на миде в ледер-руме. Ну и бомба глубоко. Я так понимаю, что идея была вот этого активного раунда под B именно для того, чтобы выманить какие-то гранаты. Возможно, для потенциального даже ретейка может быть такой у нас Майнгеймс. Ну и подтягиваются у нас Беги под базу А, начинается раскидочка. Сейчас, вернее, она начнется, полетит смок на джангл. Обязательно чекается Яма Погореловым, он играет под коврами. Очень своевременный смок для команды Natus Vincere. Ну и Погорелов в упоре на коврах. На хелпе у него будет только Аункер, который играет на головах. А дальше нас ждет классика. Раскидка точка А. Данная тактика команда B.I.G. в исполнении. Смотрим, флешки полетели, смоки. Перед ними взрываются уже три Аункер. Надо помогать Погорелову, на самом деле пока не включается. Ну а как включится, на самом деле все в смоках, но один фраг сделал опорник. Пока что 4 в 4, но при этом красный клейв достался после этого выхода. Видимо, в голову там залетело. Устанавливается бомба на Фнатик, ее отменяет Аункер. Это было через смок еще и слепым. И дальше пытается пушить его Лэпикс. У него это не получается. Аункер стоит на двух ногах твердо. И это минус 4. Кстати, от него уже второй раз за эту карту. Настреливает, конечно, Аункер. Только что он спас свою команду от установки бомбы. От выхода дальнейшего противников. И на джангл, и на сети. Потому что эти точки не смогли пропушить B.I.G. Оман Академии. Слушай, ты знаешь, у меня были сомнения. В смысле, что если бы беги поставили бомбу, я не был уверен в том, что на Ви бы нормально сделали ретейк. Ну, у них на ретейк был только смок и две флешки. Но это такое. Ситуация 4 в 4 смотрелась довольно остро. Вот так вот. Такая вот фишечка с бустом в яме. Приносит плоды. Монеси поджимает ковры. Сейчас есть возможность сделать рефраг. Монеси видит ноги. Ой-ой-ой. Но прицел был слишком низко. Читерская позиция вообще на самом деле. Ты видишь ногу. Ну, а твоя голова отлетает. И так же получается на точке B. Опорник пал. Аква, за работой. Погорелов. Вторая волна тоже пытается прожиматься. Ой. Ну, праймтап с каким-то чудом просто не убивает Погорелова. Но с другой стороны, оба игрока защиты сейчас находятся у нас на точке A. На B уже B.I.G. Должны скоро выйти Аква первый. Ну, ты видишь, вот... Жестко как-то читают. Одного сняли. И потом, ну, в смысле жестко читают. Два чувака просто полезли. Нет, ну тут еще вопрос просто, почему жестко читают. Потому что или два, или три раза уже ожидается поджим ковров. То есть довольно глубоко это еще происходит. То есть у тебя еще на выходе в первой ступеньке. Да. И ты не часто такое видишь на самом деле. И это говорит о том, что есть дисциплина у команды B.I.G. Они где-то, наверное, еще и понимают, каких соперники играют. Это же для нас. Мы там смотрим первый раз за этой Академией. Я имею в виду B.I.G., да? Но эти-то ребята где-то пересекались, где-то играли, где-то знают друг друга, как они могут вообще выступать и какие колы могут быть в разных раундах. Na'Vi решает вот в таком важном раунде играть довольно агрессивно, но с другой стороны, что тут еще сделаешь? Ну да, попытался сразу сделать рефраг, пошел дальше пушить, его там ждал прайм-тапс. Ну и плюс нужно понимать, что счет все равно давит на Na'Vi, так или иначе. И B.I.G. это понимают прекрасно, что у них сейчас позиция силы, и они могут дальше спокойно... Им спешить некуда. Да, им спешить некуда. Вот. При том, что они играют за атаку, да, как бы это ни звучало. 14-6, и пока, наверное, можно сказать, что это разгром для дебютного матча команды Na'Vi Junior. Это сторона не задалась вообще, да. Если в первой мы говорили с тобой, что могли и должны были больше забирать... Ну там были, да, моменты близкие, хорошие. Здесь пока, да, хотя материала не так уж и много было. Посмотрим в этом раунде. Все еще есть два калаша. FAMAS плюс M-ки от Aunker и Monessy. Ну а B.I.G. Academy занимает центр. Там на флешке должен стоять, наверное, Lepix и Glavid вместе с ним уже. На топ-мин готов врываться. Прочекал Аква врыв через метро. Fier остался на лифте, будет слушать. Возможные передвижения и в доме B противников. Но B.I.G. никуда не спешат. Видимо, что снова они отправили PrimeTabs на чек точки А. Никто не поджимался. По карте вообще у нас в одну линию выстраивается четвертка команды. Na'Vi Junior. Ну и лишь один человек из этой линии выпал. Это Sainix, который является опорником точки B. Очень душный Counter-Strike. Да, да. На минуте просто 0-4. Выход на точку будет А. Скорее всего готовится, потому что центр занимается. B.I.G. Academy. А Onker погибает в итоге вне позиции. Аква его ловит. Там Ferrari Peak какой-то просто был. Вылет из этого метро. Переехал только что этим вагоном своего соперника игрок атаки. 5 на 4. Ну и дальше что? Дальше играет Монаси. Отлично. Открывается она Аква. Закрывает его. Дальше играет через окно. Не уйти! Никто его не отпускает. Как же так? Не очень аккуратно сыграл. Обидно это было. Конечно, неаккуратно. И это понимает сам Монаси. За бомбой отправляется дуэт команды B.I.G. Academy. Это будет выход на точку А, потому что там уже настрел себе местечко Prime Tabs. Он должен выйти через ковры. Очень многое в этом раунде зависит от Погорелова. Смотрим за ним. Да, тут еще на себя максимально стягивает фокус игрок команды B.I.G. Но Погорелов при этом уже, мы видим, отпустил базу А. Да, и вот сейчас неплохой, казалось бы, тайминг для того, чтобы сделать минус. Однако нет. Успевает поставить бомбу. 4 секунды было до конца раунда для B.I.G. И Sainix погибает на КТ. Последний остается у нас Fear. По нему есть информация. Fear просто уже несется на всех парах. При этом в молик просто бежит Glaive. Но это разгром. Это разгром. И это в целом неудачный дебют для Na'Vi Junior. Но ничего, посмотрим. Там в пуле много игроков. Я думаю, какие-то ротации будут. Ну, по крайней мере, хит-рик. Хит-рик есть, да. Да, есть как минимум. Они там с Ильей в Инстаграме обнимались постоянно. Такое ощущение, что они пара вообще там регулярно в обнимочку ходят. Из позитива. Да. Это то, что из позитива плюс еще можно сказать. Если по игре еще, то Аункер. Видно, что никуда не пропадает форма. То, что он игрывает очень много эфила. Фир и Аункер больше всех, наверное, пока понравились. Они уверенно отыгрывают. Но, опять же, это какие-то индивидуальные моменты, действия, которые как всплески. Где-то работают, где-то получается взять раунд. Но счет-то налицо. Как бы 15-6. Уже матч-поинт для команды BG Omen Academy. У них все идет по плану, сценарий замечательный, на самом деле, складывается в этом дебюте. Не только у нас на чемпионате, а вообще у этой Академии. И мы выделяем, вот уже есть у них тоже герои. Это и Глейфт, и Аква. Но и в целом у них более построена игра. Структурировано, что ли, получается здесь. Но это мираж, опять же. Тут понимаешь, еще такая карта, что... Да, где-то на индивидуалкам... Ну, может твоя взять, да, в раунды. Но когда тебя так душат уже BG, когда они вместе играют постоянно, когда они поджимают или сами ждут поджимов вместе, то ты уже ничего не можешь поделать. Слушай, ну сейчас дед запустит шарманку старую, добрую, что мираж умеет играть все. И пикать мираж или вообще доводить до миража, это прохладная история. Ты здесь особо... Вау, какие красивые скины. Ты здесь особо свой, наверное, потенциал даже и не можешь показать как-то, потому что карта настолько дефолтная, настолько... Все умеют и играть, что... Ты знаешь, ну вот, не знаю. Особо... Мы постоянно об этом говорим, что круто, если у тебя есть козырь, если он не мираж. Да. Если твой козырь не мираж, то это действительно козырь. Мираж так-то козырем точно назвать нельзя. Инферно еще. Ну, инферно. Ну, да, инферно. И Вертига. Да ладно, Вертига нет. Вертига. Ну, почему? Козыри могут быть в Apex. В итоге ждал поджимы от Monassie. Все четко, первая кровь. Кстати, вот эта вот тенденция против внимания, Саша, что вот эти вот поджимы, они прям уже не первый раз лезут и не первый раз им дают просто entry. Еще не было такого, чтобы какой-то успех добыли себе Navi Junior. На это тоже стоит обращать внимание. Ну и Погорелов. Не зря он эту точку занимает под коврами. Которая действительно будет поджигаться уже совсем скоро, если он, правда, не выйдет наверх и не удивит, например, того же выходящего на него Фира. Вернее, простите, Прайм Тапса, который может там и потерять свой калаш. Но было бы неплохо его поджать. Но, с другой стороны, пока закрыто все. Вообще ноль информации по местоположению соперника. Только сейчас получили. Куда они могут войти? Это точка раскидка. Ой-ой-ой. И после Смакани взял себе девайс в руки. Аква наказывает Погорелова. А Ункер с этой позиции, конечно, был хорош. Но со скаутом здесь особо ты ничего не придумаешь. Тиммейт тоже подошел с коннектора. Это Сайникс, который с Аугом уже пытается заменить своего товарища по команде. Хотя бы кого-то забрать. Но бомба уже поставлена. Она на дефолте. И слишком много позиций. Нужно зачекать и убить команде Нави Джуниор в этом ретейке. Три на пять. Фир с Аниксом, а Ункер. Напоминаю, что у дефузов у них есть только одна флешка. А тут еще и Аква с заходящей спину. И в бок. А Ункер и Фир погибают с Аникс. Отработал на одного на Прайм Тапса. Ван Тапсом ставит точку в этой катке. И это 16 победы команды B.I.G. Омэн Академи. Так вот.